всем добрый день сегодня у нас очередная разминка для ума на этот раз мы остановились на программном обеспечении вальтек 313 которым было удобно определять требования термические сопротивления для своего района строительства для города строительства в зависимости от того какое у вас назначение этого здания все это делать достаточно просто для этого нужно было соответствующий пункт страны дальше регион который вам понравится вернее вы которые вы рассматриваете у себя и дальше выбрать тот город в котором происходит строительство дальше нужно было выбрать тип здания и в последующем требовалось открыть расчет в котором можно получить те требуемые значения для данного района строительства но и сейчас вот мы продемонстрируем в данном случае у нас 20 градусов для таких температур наиболее холодный 5 дней и поставить влажный и в результате внизу у нас отображались соответствующие температуры и градусов отопительного периода рассчитаны исходя из тех формул которые представлены в СП тепловая защита здания в той табличке где были требуемы термические сопротивления в зависимости от градусов отопительного периода здесь они рассчитывались и демонстрировались но ввиду того что у нас поменялись нормативы а в частности 07 2021 года были введены в действие тепловая защита зданий с изменением 1 а чуть позже уже в декабре 2021 года добавилось изменение 2 но в частности для определения требований термических сопротивлений было изменение 1 в котором изменились некоторые данные которым сейчас рассмотрим и также норматив вот правил сп тепла вот правил сп строительная климатология также претерпела несколько своих изменений сначала 2012 потом 16 18 и окончательно 2020 точно также конца 7 июля июля месяца 2021 года были приняты изменения касаемо температурных характеристик климатических различных районов строительства данная программа разрабатывал 2015 года и соответственно не может принимать все новые изменения которые произошли и также здесь настройках используется база а именно вот правил строительной климатологии 2013 года что можно сделать для того чтобы учитывать те изменения которые постоянно у нас происходят ну и в частности последние которое было в июле месяце 2021 года для этого нам нужно открыть соответствующие нормативы и посмотреть какие изменения терпели данные документы давайте откроем два нормативные документа в частности тепловая защита зданий первый вариант это старый норматив который представлен слева и новый норматив исходя с двух изменений которые происходили он есть продемонстрированы и давайте посмотрим какие термические сопротивления для ограждающей конструкции изменились а какие остались без изменения для этого давайте найдем табличку с этими требуемыми термическими сопротивлениями вот мы ее нашли устаревшим здесь есть три пункта первые два это жилые общественные ну а третий пункт это производственные с определенным параметром воздуха и давайте то же самое посмотрим для обновленного норматива что там поменялось ну во первых как видим табличка осталось без изменения части единственное здесь раздробили первый пункт на две составляющих разделили второй пункт остался без изменения общественные здания и третий пункт также остался без изменения производственные здания такими параметрами микроклимата и давайте посмотрим какие термические сопротивления у нас изменились если мы внимательно посмотрим то все термические сопротивления остались без изменениям за исключением только оконных конструкций если внимательно посмотреть это касаемо пункта первого с подразделением 1 1 и 1 2 относительно предыдущего где-то не поменялось где-то изменилось внимательно посмотрите и второго пункта если внимательно посмотрите это тоже для общественных зданий эти значения поменялись где-то не поменялись некоторых местах конечных но остальных поменялись где-то и выше не поменялись промежуточно то есть надо будет внимательно смотреть и давайте посмотрим для производственного здания ну а в производственном здании для оконный конструктор для окон и балконных дверей остались те же самые что и в предыдущем варианте то есть устарейшем нормативе так что для данного типа здания и остается без изменения и давайте откроем наше программное включение вальтек 3.1.3 здесь мы можем принимать все те требуемые значения которые получились для производственных зданий в 1 в 1 ну а для жилых и общественных все кроме одного значения это окна и балконные двери причем смотрите внимательно у некоторых общественных зданий может даже значение приниматься который сейчас будет получен в данном программном числе давайте рассмотрим второй документ который влияет на определение требуемых хермических сопротивлений ограждающих конструкций а частности вот правилам строительная климатология опять у нас здесь находится два документа слева у нас документ тареша 2018 года справа хочу сказать что данный документ менялся очень часто 2012 года был 2016 потом 2018 они сейчас введено в действие 2020 года связано это было с тем что были присоединены некоторые области республики ну либо объединялись некоторые округа более большими тем самым изменялись температурные характеристики так например для моего города ижевска если раньше была наружная температура наиболее холодной пятидневки минус 34 потом она стала минус 33 в двенадцатом году а новой версии двадцатого года стала минус 31 и давайте посмотрим какие новые изменения претерпели данные параметры и как видим вот у нас первая таблица и давайте посмотрим тоже самую таблицу в обновленном документе в обновленном документе ну и вот как видим у нас уже в первой строчке есть изменения значений на некоторые величины что теперь делать давайте откроем программу 313 давайте откроем первый пункт и давайте сравним эти значения температура у нас изменились продолжительность изменилась и средней температуры что нам делать в этом случае программе есть возможность поменять базу данных для этого открываем соответствующую базу данных вот она дальше открываем соответствующий город а это не на пиге майкоп и вот здесь вот представлены эти значения которые были взяты из предыдущего нормативного документа а именно 2012 года здесь можно поменять множество параметров которые изменились но в частности давайте изменим те параметры которые влияют на определение требуемого термического сопротивления для этого либо можно здесь сразу же все поменять но я поменяю только те которые именно относятся к изменяемой величине а именно при определении градуса суток отопительного периода находится не у нас здесь так 146 и два с половиной после того как вы поменяли сохраняете изменения в базе данных выходите из этой базы данных вам нужно заново найти этот документ либо закрыть программу и открыть да в противном случае она пока взяла предыдущий вариант и после того как вы заново откроете программное обеспечение вальтек у вас будет уже измененная база данных теперь находим тот объект который мы считаем соответствующие галочки да еще один момент когда вы изменяете базу данных строительная климатология то рекомендуется запускать данную программу от администратора чтобы у вас все благополучно сохранилась и записалась но возможно и запишется и без запуска под администратора и сейчас мы видим то есть у нас идут измененные данные и сейчас мы можем считать по новым нормативам для того города который вы пытаетесь проектировать то и иное здание в этом районе вот таким образом программное обеспечение вальтек может использоваться и при современных изменяемых нормативах и так же не забываем что внутренние температуры берутся по новому старому ГОСТу который продемонстрирован у вас перед глазами а именно ГОСТ 30494 2011 года здание жилые общественные параметры микроклиматов помещений для этого нужно найти соответствующую табличку она самая первая и здесь в зависимости от того какое у вас помещение в холодный период берутся те или иные температуры берутся по оптимальному по оптимальной температуре воздуха по минимальному значению хотя можно и выбрать и между двумя этими значениями либо два этих крайних поэтому здесь для данной температуры если мы возьмем по минимальному значение будет 20 градусов вот таким образом можно при помощи программного обеспечения у Altec изменив базы данных рассчитывать и в настоящее время свои проекты ну в частности определять требования термические сопротивления за исключением окон и балконных дверей для жилых и общественных зданий всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов и проектов до следующего видео и до свидания до свидания а